Продолжение следует... Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Ты дурак! Я теперь другой человек! Я совсем другая, и все, что было, навсегда осталось в прошлом. Уходи отсюда, ясно тебя? Да, слушай. Да, я. Да, сейчас буду. Да, жди. Ау! Вечером 21 января 1963 года в частном доме в районе Святошина убили 38-летнюю Алевтину Симоненко. Женщина приехала в Киев из Мурманска 9 месяцев назад, чтобы ухаживать за смертельно больным отцом. Недавно он скончался. Алевтина переоформила родительский дом на себя и в Мурманск больше не вернулась. Сказала знакомым, что хочет начать в городе детство все с чистого листа. Но планам Алевтины не суждено было осуществиться. Сосед, который заметил распахнутую Насте шкалитку, нашел женщину мертвой. Оперативники, которые приехали по вызову, определили. Жертву убили несколько часов назад. В стене обнаружили тайник с драгоценностями царской эпохи. На место преступления выехала подполковник милиции Клавдия Ивана Кожан. Тогда никто не догадывался, что раскрыть это преступление поможет обычная дверная ручка. Рука была сжата, в руке клочок записки. Пожалеешь. Как убили? Кочергой. Удар один, но очень сильный. Видно, мужик крепкий был. Не факт. Есть женщина, что любого за поезд заткнут. Факт. В доме и во дворе следы мужской обуви. Ботинки 45-го размера. Отпечаток правого ботинка вдавлен землю гораздо глубже, чем левый. Протез. Протез. Хорошо, работайте. Матюха, что у тебя? Вот, полюбуйтесь. В тайнике нашли. 30 тысяч. И по прикушке. Старые, буржуйские. Похоже, ручной работа. Определенно. Скорее, дворянские. А по хате не скажешь, что богачи живут. Как думаешь? А могла она о тайнике не знать? О тайнике она точно знала. Об основе? Хозяин тайника регулярно в него заглядывал. Посмотрите. Свежая царапина на полу. Тумбу регулярно отодвигали. Да и за самим тайником следили. Внутри все чисто. Ни грязи, ни пыли. Одну вообще украшала вязаная ажурная салфетка. Женская рука, так сказать. Интересно. Очень интересно. Что ж, получается, хозяйку тайника убили, но золота не взяли. Может, спугнул кто? Вот фото нашел с молодой девушкой. Явное сходство. Может, родственница? Найди ее и поговори. Хорошо. Убийца ничего не вынес из дома. Здесь почти полторы зарплаты. Значит, он пришел сюда не грабить. Злость, ревность, месть. Почему он ничего не взял? Клавия Ивановна, преступник снял убитые серьги. На мочке левого уха осталась небольшая царапина и кровопотек, который появился после смерти. Что ж это за серьги такие, что дороже всего этого? Золото немедленно на экспертизу. Найти лучшего эксперта в городе. Сделаем. Пошел вон отсюда! Разобрал все свои вещи и выжил! Ты меня понял? Хорошо, стерва! Ожерель я дай! Подави своим ожерельем! Пошел вон! Тань! Сфач! Танечка, неспокойтесь. Слава, переверись у нас все мужики, видишь? Все! Я бы так о директорстве не заявлял. Ожерель я вам... Извините, операуполномоченный Матюха. Мне нужен Вячеслав Степанович Гаврилов. Да, это я. У нас к вам дело, Вячеслав Степанович. Прошу, проедемте со мной? Да, конечно. Ну что скажете? Это просто поразительно. Эти драгоценности достойны Грановитой палаты. Эрмитажа достойны. Из какого музея их похитили? Они не из музея. Из простой хаты на Святошино. Поверить не могу. Я даже затрудняюсь вам сказать, сколько это все стоит. Но если взять культурную ценность, то они бесценны. Хорошо. Спасибо. Благодарю вас. Мы вас услышали. Чем могу, как говорится. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Так, я к начальству. Находка эта много шума наделала. Что там по этой регулировщице с фотокарточки? Ищем. Чтобы сегодня же вечером были результаты. Чем ты вообще занимался целый день? Если вы по поводу вчерашней аварии, то я видела, как Газик первым. Нет, я по другому поводу. Посмотрите. Вы знаете эту женщину? Это моя мама. А откуда у вас эта фотография? Что случилось? Говорите. Вашу маму убили позавчера. Мне очень жаль. Удивляетесь, что я не сильно расстроилась? Не удивляйтесь. Просто я ее плохо знала. Меня всю жизнь воспитывали бабушка с дедушкой. И все свое детство я полагала, что мои родители умерли. Но мама оказалась жива. Она отбывала срок за измену родине. Вот как? Получается, вы со своей матерью совершенно не общались? До смерти дедушки немного успели. Но после она очень сильно изменилась. Духи, такси, платья на заказ. А один раз я пришла домой и увидела, как она ложкой ест икру. Я спросила мама, откуда деньги? Молчит. Шиковала так, будто бы клад нашла. Посмотрите. Эти драгоценности мать вам никогда не показывала? Нет. А где вы их нашли? В стене вашего дома. Быть не может. Если бы мы знали, мы бы государству все издали бы сразу. Я не сомневаюсь. Значит, ее убили из-за них. Да? Ну, из дома ничего не вынесли. Кроме сережек, которые были на ней в момент убийства. Я помню эти сережки. Она их очень любила. Даже в ателье пришла в этих сережках. Я вам принесу карточку. Принесите. Скажите, а в последнее время вашей матери никто не угрыжал? Давай быстрее. А то на обед попадем. Алька! Стой! Это ж надо. Не изменилось совсем, а? Как 18 лет назад. Мужчина, вы кто? Че надо? Да ты знаешь, кто я? Моя жена. Друзья мои из-за тебя в могиле лежат. Ты по улицам разгуливаешь. Заткнись, Пилипенко. Я свое отмотала. Откинулась. Ты че при дочке меня швыришь, а? Я тебя достану. Шалава немецкая. Такие, как ты, жить не должны. Дочь убитой, Лидия, назвала особые приметы мужчины, который угрожал матери. Высокий, вместо левой ноги деревянный протез. Девушка пришла в отделение милиции, и по ее описанию художник составил портрет подозреваемого. С этим портретом оперативник Матюха пришел в военкомат. Подозреваемым оказался ветеран войны, герой Советского Союза Богдан Иванович Пилипенко. Его вызвали в милицию повесткой. В частном доме убили 38-летнюю Алевтину Симоненко. Женщина скончалась от сильного удара кочергой по голове. В доме оперативники обнаружили тайник с драгоценностями царской эпохи и крупную сумму денег. Их убийца не тронул, но снял с жертвы серьги. Выясняется, Алевтина во времена войны сотрудничала с фашистами, за что была судима по статье «Измена Родине». Незадолго до ее убийства ветеран войны Пилипенко набросился на женщину и угрожал ей. Возможно, мотив убийства – месть за грехи прошлого. Дочь убитая карточку из фотооталия забрала. Вот эти серьги. Богдан Иванович Пилипенко? Проходите, садитесь. Богдан Иванович, разговор к вам имеется. И о чем говорить будем? Недавно была убита одна ваша знакомая. В понедельник вечером. Так хорошо, что убили. Ой, я сегодня выпью на радостях. Знаете, что она во время оккупации сделала? Из-за этой твари немцы уничтожили наших людей. Алька сказала, что здесь. Богдан Иванович. На месте преступления были обнаружены ваши следы. Протез вас выдал. Выдал? Гражданин следователь, слова подбирайте. Я герой Советского Союза. Я не скрываю, что был у нее два дня назад. Что пришел? В глаза тебе взглянуть. Не думал я, что ты посмеешь в Киев вернуться. Да послушай ты, мне жаль, что так вышло. Я из страха за свою жизнь и за жизнь своей дочери с немцами связалась. Но я свою вину в лагере искупила. Или ты думаешь, 15 лет мало? Мало. Мало. Нас зачем сдала? Да не сдавала я! Я брату случайно проболталась, что видела у складов. А дальше все он сам выследил и немцев позвал. Врешь! Врешь! Проверим. Проверим. Присядьте. Богдан Иванович, взгляните вот на эти серьги. Они знакомы вам? Увидел. Когда я к ней приходил, она вниз была. Алиби ветерана подтвердилось. Соседка из дома напротив видела не только уходящего Богдана Ивановича, но и Алифтину, которая вышла к воротам. Соседка заметила, что Симоненко кого-то выглядывала и ждала. Теперь перед оперативниками стоял вопрос. Кого могла ждать Симоненко? И почему грабитель позарился только на жемчужные серьги? А может, он их забрал для отвода глаз, чтобы запутать следствие? Значит, книги по ювелирному искусству и каталоги с украшениями. А какая эпоха вас интересует? Конец 19 века. Грачевы, Перхин, Фаберже. Начнем с них. Минуточку, подождите. Вот, даю вам две монографии и еще две книги с репродукциями портретов. Светские дамы того времени очень любили украшения и поддерживали живописцам при полном параде. Благодарю. Клавдия Ивановна? Да. Следователь Каледа, прокуратура. Мне сказали, что я вас здесь могу найти. Вчера поздно ночью ограбили киевского антиквара Якова Блюма. Украли старинное колье и пару дорогих полотен. Чем могу вам помочь? Мы получили вашу ориентировку на эти серьги. Похоже, преступник собирает этот набор. С вашей жертвы серьги сняли. А у моего пострадавшего колье украли. Ожерелье. Это полотно кисти художника Франца Ксавера Винтерхальтера. На нем изображена княгиня Татьяна Юсупова. Ее жемчужный набор, по терминологии ювелиров парюра, состоит из жемчужного ожерелья и сережек. Он был создан специально для Татьяны Александровны. Именно эти серьги преступник снял с убитой Алевтиной Симоненко. Согласно показаниям ограбленного антиквара Блюма, ожерелье Татьяны Юсуповой он приобрел недавно у неизвестной ему женщины. Ну, я хотел, чтобы вы осмотрели место преступления собственными глазами. Здравствуйте. Преступник у нас один на двоих. Это что? Сигнализация. Технический прогресс не стоит на месте. Впервые в квартире такое вижу. В начале 60-х слово «сигнализация» для граждан СССР еще было в новинку. В 1962 году был подписан указ о внедрении автоматической системы охраны предприятий. Экспериментировать начали с крупных городов. И к 1967 году практически во всех областных центрах уже были установлены пульты централизованной охраны. Назывались они «ПОС-150» и позволяли контролировать до 150 объектов – органов власти, банков, больниц, вузов, квартир. Вот такая есть только у первого секретаря, его зама и у Блюма. Что, помогло? Здравствуйте, Блюм. Подполковник Кожан, расскажите, как работает. А как работает? Беру телефон, сразу звоню на пункт, называю фамилию, адрес и кодовое слово. И потом отключает сигнализацию. Преступник открыл дверь дубликатом ключа, сказал кодовое слово, зашел и тут по хозяйничал. Кому-то кодовое слово называли? Даже не записывал нигде. Вот здесь хранил. Понятно. А жерелье где хранили? Ну, идемте, покажу. Вот мое хранилище. Замок кодовый, как в сейфе. А как же преступник взломал его? Да никто ничего не взламывал. Просто преступник набрал нужные цифры и все. Я никому ничего не рассказывал. Я помню. Все здесь. А что у вас в последнее время искрило? Ничего не искрило. Эта розетка вообще не пользуется. Это осталось от предыдущих хозяев. Интересно. Откуда такой сильный запах люминола? Я его ничем не перепутаю. Ваши люди нанесли на замок? Нет. А я бы попробовала ультрафиолетовой лампой. Вы работаете ей? Ну, да. Скажите, ваши секретные цифры? 8, 5, 3, 4, 7? Откуда вы знаете? Да, это 33, 85, 47. Эти цифры чистые. А на остальные нанесена какая-то биологическая жидкость. Не думаю, что кровь. Скорее всего... Слюна. Экспертиза подтвердила, что на кодовом замке хранилища антиквара нанесены слюна и люминол. Принцип, который придумал вор, чтобы похитить жерелье Татьяны Юсуповой, прост. Грабитель незаметно наслюнил кнопки кодового замка. Блюм, открывая дверь своего хранилища, стер слюну с тех кнопок, которые и составляли код. Когда преступник проник в пустую квартиру, ему оставалось нанести люминол и посветить ультрафиолетовой лампой. В ее лучах стали видны кнопки, на которые сжал Блюм. Подполковник Кажан не сомневалась. Сделать это мог только человек, который бывал в квартире ювелира и хорошо был с ним знаком. Товарищ Блюм, очень важно вспомнить, кто в течение месяца бывал у вас дома. Ну, во-первых, женщина, которая продала мне это жерелье. Вот это? Да. Ты смотри, на ней еще и серьги были. Она сама меня нашла где-то месяц назад. Кто там? Открывай. Я по делу. Ты кто такая? Кто тебе дал мой адрес? Какая разница? У меня есть одна вещь. На продажу. Иди давай отсюда, я сейчас в милицию позову. Ну, ладно. Отнесу Фрадкину. Что у тебя там? И за сколько ты хочешь продать мне эту честь сделушку? Послушай, Блюм, не надо меня лечить. Я знаю цену этому ожерелью. Все, 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 я пошутил, я пошутил. Пошутил, бывает такое. Садись. Никуда не уходи. Все хорошо, я здесь, я несу деньги. Я дал ей достойную сумму, и она ушла. А что еще у вас пропало, кроме ожерелья Юсуповой? Ну, так, пару картин, но я бы не стал из-за них расстраиваться. Вспоминайте, кто еще, кроме этой женщины, бывал у вас дома? В квартиру Блюма приходили еще трое. Уже знакомый следствию оценщик Вячеслав Гаврилов, уборщица Ольга Чумак и профессор истории, коррекционер старины Петр Соломко. Первой проверили Ольгу Чумак. Женщина жила в селе, вела большое хозяйство, и предметами старины не интересовалась. К тому же, на время убийства и в день ограбления у Читы Чумак было железное алиби. Они выдавали замуж единственную дочь, и свадьбу праздновали всем селом несколько дней. Оставалось проверить еще двоих. Петр Иванович, скажите, пожалуйста, что вы делали вечером в понедельник и вечером в среду? В понедельник, среда, работал над монографией в этом кабинете. Секретарша может подтвердить. А чего вы любопытствуете? Вашего знакомого Блюма обокрали. И вы один из немногих, кто посещал его незадолго до этого. Какой ужас. И много взяли? Нет. Только картины. Очень похоже на эти. На эти? Это копия. Тем более нехорошего качества. Может быть. Но выглядят как оригиналы. А вы не против, если я возьму на экспертизу? Берите, конечно. Сразу видно, что вы в искусстве не разбираетесь. Посредственную репродукцию от полотна не отличите. Но это мы исправим. Вот, держите. Моя первая монография с подписью автора. Вот только картины, снятые со стены кабинета профессора Соломко, оказались оригиналами, украденными из квартиры антиквара Блюма. Более того, отпечатки пальцев на монографии, картинах и дверной ручке хранилища антиквара принадлежали одному человеку. Петру Ивановичу Соломко. Профессора задержали. Оригинал? С ума сойти. Этого не может быть. Не верите результатам экспертизы. На записке найденной у убитой Левшкина Симоненко ваш почерк совпадает с почерком на монографии. Убитая Симоненко, записка, монография. Женщина, я не знаю, а записка, записка, это же мои переговоры. Я сейчас. Вот она, моя красавица. Ну что же, Петр Иванович, краски в лучах ультрафиолетового спектра вы тоже видели? Да. Полотно оригинальное. Спасибо. Вячеслав Степанович, надо бы посекретничать с Яков Марковичем. Конечно. Давайте секретничать. Яков Маркович. Голубчик. Я это не потянул. Ну так это же раритет. Потянете. Хорошо. Я согласен. По рукам. Очень интересно. Спасибо, Петр Иванович. Меня посадят. А есть за что? Нет. Конечно нет. Тогда не волнуйтесь. Уведите. Клавдия Ивановна. Все улики против него. Без вопросов. Вот именно. К нему-то как раз вопросов у меня нет. А вот к нашему консультанту Гаврилову появились. Здравствуйте. Можем поговорить? Конечно, проходите. Мне как раз сейчас обед. Вам нужна консультация? Нет. Я хотел кое-что уточнить. Слава, я пойду? Здравствуйте. Ну не опаздывай. Еще работы много. А я помню эту девушку. Ваша соседка? И соседка, и сотрудница. Техперсонал. Давно работает? Недавно. Вы это хотели уточнить? Нет. Скажите, а в понедельник вечером и в среду вечером вы что делали? Я всю неделю с самого утра до поздней ночи здесь. Наш музей готовит экспозицию для выставки в Тулузе, во Франции. Угу, ясно. Вот посмотрите. Вам знакома эта женщина? Впервые вижу. Угу. А сколько раз вы были в квартире у Блюма? За 10 лет знакомства один раз в этом году. Он человек специфический. Людей не любит. Никому не доверяет. А к чему эти вопросы? Вы меня в чем-то подозреваете? Нет. Просто у Блюма украли ожерелье Юсуповой. Вы в своих кругах ничего подозрительного не слышали? Может, кто перепродавал и обращался к вам за оценкой? Ну что вы, я бы сразу в органы сообщил. В кабинете Гаврилова есть интересная деталь. Ручка на дверях, точь-точь, как в хранилище у антиквара. Интересно. Я поговорил с завхозом, и он рассказал, что ручка у Гаврилова сломалась на прошлой неделе. И оценщик сам купил новую. Ого. Значит так. Поезжай к Блюму и еще раз проверь ручку хранилища. Хорошо. А я на пункт сигнализации наведаюсь. В частном доме убили 38-летнюю Алевтину Симоненко. Женщина скончалась от сильного удара кочергой по голове. Убийца снял с нее серьги. Через несколько дней ограбили дом местного антиквара Блюма. Украли картины и ожерелье 19 века, изготовленные для княгини Татьяны Юсуповой. Оказалось, серьги убитой Симоненко и ожерелье из квартиры Блюма – это парюра 19 века, комплект. Сыщики не сомневаются. Убийства и ограбления связаны между собой. Главными подозреваемыми становятся профессор Соломко и оценщик Гаврилов. Значит так, ручку я изымаю. Это необходимо для следствия. Ну, не изымайте, если это, конечно, поможет поймать вора. На самом деле все просто. К нам поступает звонок, мы узнаем адрес, кодовое слово и снимаем сигнализацию. Ну, это понятно. А где у вас записаны кодовые слова и адреса? Вот здесь. Тут фамилии и кодовые слова. Здесь мы записываем время снятия сигнализации с объекта. Так. Вот, антиквар Блюм. А где музей? Ага, вот. Интересно. А что такое сбой сигнализации во вторник? Да, был какой-то сбой, но пришел дежурный работник музея, мы ее оперативно все устранили. Ну, сами понимаете, новые системы. Фамилия? Моя? Дежурного работника музея, который к вам приходил все устранить. Гаврилов. Гаврилов. Так вот, где он подсмотрел кодовое слово антиквара Блюма. И все же, Клавдия Ивановна, при всем моем уважении к вам, я не понимаю, как мы будем Гаврилова привлекать. У нас на него все улики только косвенные. Понимаете, и потом, надо помнить, что он ответственный работник, Клавдия Ивановна, вы это понимаете или... У меня плохие новости. Что? Гаврилов сейчас на пути в аэропорт. Он улетает. На спецрейсе с музейными экспонатами в Тулузу. Он обманул меня о дате вылета. Это точно? Это точно. Я вернулся в музей, чтобы поговорить с сотрудниками Гаврилова. На дворе заметил грузовик. Поинтересовался. И мне рассказали о командировке во Францию. Поехали, будем брать. Клавдия Ивановна, у нас нет железных улик на него. Вы что, хотите вылить советские делегации сорвать? Да кто отвечать будет? Я отвечу. Что вы себе позволяете? Гражданин Гаврилов, вы задержаны. На каком основании? Нам необходимо посмотреть экспонаты. Что? Вы хотите сорвать вылет советской экспозиции? Да это диверсия. У вас не то что погоды, головы полетят. Возможно. Но я готова рискнуть. Покажите, что у вас здесь? Где? Через несколько часов Клавдию Ивановну вызвали на ковер к начальству. Но не для того, чтобы лишить звания, а чтобы выразить благодарность. Среди экспонатов музея, которые отправлялись во Францию, была обнаружена парюра княгини Татьяны Юсуповой. Та самая. На уникальных украшениях были найдены отпечатки пальцев Гаврилова. Работника музея задержали. Здравствуйте, Клавдия Ивановна. Что, молчит? Да, как рыба. Вот копия архивных документов. А еще экспертная опись драгоценностей. А еще я получила копию личного дела родного брата убитой. Оказывается, он был полицаем. Отправлял на расстрелы евреев Бабий Яр. Ну да, семейка еще та. А вот это экспертная опись ценностей до военных лет, которые находились в частных руках. И в ней написано, что парюра Юсуповой, а также другие драгоценности, найденные в доме убитой Алевтины Симоненко, ранее находились в частной коллекции антиквара Семена Розенталя, который был расстрелян вместе с семьей в Бабьем Яру. Невероятно. То есть, вы хотите сказать, что Крикунов каким-то образом украл драгоценности у Розенталя и спрятал ее в доме родителей? Вот именно. И через много лет Алевтина Симоненко нашла тайник, когда приехала в Киев, чтобы смотреть за больным отцом. А как об этой истории узнал Гаврилов? А вот это пока непонятно. А еще непонятно, почему Гаврилов взял только серьги. Ну да. Мой оперативник заметил, что Гаврилов положил глаз на соседку. А, то есть хотите зайти с этой стороны? Возможно. Можно. Проходите. Проходите. Татьяна, вы, наверное, единственный человек, кого сейчас хотел бы видеть Гаврилов. Поговорите с ним. Даю вам пять минут. Поговорите. Танечка, так рад тебя видеть. А я тебя нет. Что ты натворил, Слав? Послушай меня. Присядь. Послушай. Ты не здесь должна быть. Ты есть в списке сопровождающих выставку. В Тулузе тебя встретит с Эйвей Дювал и отдаст тебе мои деньги. Я ради тебя, ради нас выкрал это жерелье и серьги. Понимаешь? Я думал, мы вместе. Ты вместе. Ты идиот? Ну ты сама беги. Меня уволили. Я никуда не еду. Судить вас будут по всей строгости. Как преступную группу. А она пойдет как сообщница. Что? Таня ни в чем не виновата. А мы так не считаем. Да вы что? Она ничего не знала. Это все я. Я! Два месяца назад я оказался во Франции. Добрый день. Позвольте подкурить. Вот, пожалуйста. Позвольте представиться. Косавье Дюваль. Музейный смотритель. Очень приятно. Как вам репродукция Юсуповой в парюре? Вы впечатляете? Да. А каких-то 20 лет назад я держал эти украшения в своих руках. Не может быть. Вы тоже можете подержать их в своих руках. Я знаю, где они спрятаны. Вы сумасшедшие? Давайте по делу. У меня есть покупатель. Граф Ипатов. Капиталист. Если вы привезете ожерелье и серьги, я готов заплатить за них 125 тысяч рублей. Здравствуйте. Здрасте. Можно? А вы кто? Я к вам письмо от Косавьи Дюваль принес. От кого? От Косавьи Дюваль. Надо же. Жив, ублюдок. К Савье. Мать его. Знаешь, с кем связался? С кем? С братцем моим. Предателем Родины. Драпанул же как-то. А что по поводу парюры скажете? Серьги продавать не собираюсь. А ожерелье уже блюму продала. Не судьба? Вы подумайте, Денек. Я в следующий раз деньгами приду. Ты с первого раза не понимаешь? Я свою пятнашку уже отмотала и больше не собираюсь. Так что вали отсюда. Давай, давай. Вали по-хорошему. До свидания. Алифтина выгонала меня из дома. А тот меня как раз к себе блюм позвал. И пока они с Соломко переписывались по стоимости, я прикинул, как можно взломать замок. И оставил на нем свою слюну. Потом выкрал записку Соломко и сделал его подозреваемым. А почему вы не выкрали остальные драгоценности из дома Симоненко? Я вначале хотел, потом решил пожертвовать. Если бы я их тут начал продавать, то попался бы. А как вам удалось подменить репродукции в кабинете Соломко на украденные картины подлинники из дома Блюма? Соломко захотел новые рамы, спросил у меня совета. Ну, у меня есть возможность. Я пронес его репродукции в нашу мастерскую. Ну, а остальное вы знаете. Знаю. Отпустите, пожалуйста, Таню. Советский Союз попросил правительство Франции проверить музейного смотрителя как возможного военного преступника. Французская сторона ответила, что для этого потребуется время установить причастность к Савье Дювале, к преступлениям во Второй мировой войне было непросто. С 1947 года он служил во французском иностранном легионе. Согласно его правилам, новобранец может назваться любым именем и не предоставлять документы, которые удостоверяют его личность. За кражу, убийство, попытку контрабанды и побега Гаврилов получил 15 лет строгого режима. Первый год в тюрьме его навещала Татьяна Бравко, но после она вышла замуж и про бывшего поклонника забыла. Гаврилов вынужденно сосредоточился на книгах, еще через год начал писать остросюжетные приключенческие рассказы. Под псевдонимом отправлял их в литературные журналы, но их так и не опубликовали. Уникальные серьги и ожерелья Татьяны Юсуповой правоохранители вернули государству. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Ну давай. Будь здоров, Петрович. Ёлопал, клюю. Петрович, какая-то есть что-то. Тяжелый гад. Будь честная. Декабрь 85-го в Днепропетровске выдался теплым. Лед на реке стоял ненадежно и кругом образовались большие полыньи. Но двух заядлых рыбаков это не остановило. Они решили во что бы то ни стало провести время за любимым занятием. Первая же поклевка принесла неожиданный и страшный улов. Человеческую ногу, обутую в кроссовку «Адидас». Именно эта фирменная обувь достаточно редкая для того времени стала главным вещдоком, который помог раскрыть запутанное дело. Рыбаки немедленно вызвали милицию. На место прибыла оперативная группа. Осмотром находки занимался эксперт-криминалист Павел Сушенко. Оперативник Денис Зорбин с нетерпением ожидал первых результатов. Что скажешь, Паша? Пока ничего. Найденная нога, обута в кроссовку «Адидас» 45-го размера. отрублена чем-то острым. Ну, я в такую погоду бы носил валенки. Это «Адидас»? Именно. Товарищки нужны, собака нашла. Молодец. Ищи, работай. Варежка. Детская. Лет 10-12. Два вещдока, между которыми, на первый взгляд, нет ничего общего. Модная кроссовка «Адидас» и найденная на льду детская варежка ручной вязки. Могла ли варежка принадлежать свидетелю преступления? Или еще одной, не найденной пока жертве? А может быть, ее потеряли раньше, и она просто случайно оказалась рядом с местом, где обнаружили страшную находку? Последний вариант представлялся оперативнику более вероятным, но, тем не менее, не обратить внимания на варежку Зорбин не мог. Первым делом Зорбин опросил рыбаков. Те уже успели снять стресс самогоном, поэтому добиться от мужчин вразумительного рассказа оказалось непросто. А я-то думаю, что ж там такое? Ёлы-палы. А там трупак. Да, ешкин кот, он у нас прямо здесь. Успокойтесь, кто поймал ногу? Так это, я поймал. А где вы проживаете? Да местные ему тут рядом. Я не вас спрашиваю. Ну и зря. Я бы сказал, чью ногу мы из лунки вытащили. Ну и чью? Это Серега Перепалка. Да ладно? Да точно. Моя жена Нюрка, продавщица в нашем магазине. Ей привезли две пары кроссовок, кадидас. Одну продали, одну сорок пятого размера нет. Серега пришел и купил ее. Точно с Серегом? Точно он. Скоро из дому страшно выйти будет. А ребенок тут поблизости не пропадал? Ребенок? Так все бы знали, если бы такое случилось. Все бы искали его. Нет, не было такого вроде. Зорбин, не откладывая, разыскал дом, в котором жил Сергей Перепалка. Но ему никто не открыл. Есть кто? Добрый день. А их нету. А вы кто? Сосед их. Меня просили за домом присмотреть, пока Иван Васильевич в больницах. Сердце, хотя молодой, еще 55 лет. Сосед Руслан Муренко рассказал, что отца Сергея забрали в больницу с подозрением на инфаркт. Мать постоянно находится у постели мужа, а сын Сергей по неизвестной причине не появлялся дома уже около двух недель. И где он может быть, сосед не имел понятия. А он, судя по всему, по всему на железной дороге работает? В депо. Откуда вы знаете? Да так. Догадался. Настоящий советский гражданин просто обязан был знать, что происходит в стране и мире. Для этого он должен выписывать и читать периодику. Одним словом, почтовые ящики не пустовали, как сейчас. В Советском Союзе каждая семья получала ежедневно две-три газеты. Некоторые выписывали с удовольствием, так сказать, по собственному желанию. Комсомольскую правду, например, или литературную газету. Были издания обязательные. К примеру, строители должны были читать строительную газету, военные красную звезду, колхозники сельскую жизнь. Члены партии должны были получать правду, а члены профсоюза труд. Для железнодорожников печаталась своя газета «Гудок». Вряд ли газету «Гудок» мог выписывать не железнодорожник. Зорбин сразу же отправился в депо. Да, Сергей Перепалка действительно работает у нас в вагоноремонтном депо. Но я сразу же говорю вам, парень, он хороший. Да я же не спорю. А пару недель назад людям жизнь спас. Вагон покатился, а под колесами ремонтники. Так он этот вагон в одиночку почти полминуты держал, пока остальные прибежали. Герою можно сказать? А где можно найти вашего героя? А что он натворил? Да нет ничего, стандартная проверка. Понимаете, у парня беда случилась. Сгорел дом. Он попросил со временем пожить. В одном вагоне, в отстойнике. Мы пошли на встречу. Недели две уже живет. дом сгорел. А он там и сейчас? Нет. Сейчас его можно в раздевалке. Сейчас же конец смены. Там его можно найти. Начальник рассказал, что видел перепалка несколько часов назад. значит он жив. Но почему перепалка соврал о сгоревшем доме? Зорбин, привыкший отрабатывать любую версию до конца, решил побеседовать с парнем и как минимум убедиться, что с перепалкой все в порядке. Документы с собой? Да, конечно. Не жена? Нет. Я вижу у вас модные кроссовки. Да ну их к черту. Лучше бы и не покупал. Это ты о чем? Ты из этих кроссовок отец в больницу попал. С матерью поссорился. Ну, короче, деньги украл на них. Я вора воспитал. Ты понимаешь, Галя? Да что я взял? Гаденыш! Успокойся, Ваня, ну тебе нельзя, не надо. У тебя же сердце, успокойся. Всю жизнь работаешь, пашешь, складываешь копейка к копеечке, а он я все верну. Ва! Ваня! 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 Сережа, скорую давай, быстрей! Ванечка! Ваня, дыши! Ваня! Ваня! Потерпи! Ага, значит, ты украл родительские деньги, чтобы купить эту красотень. Ну, да. В декабре 1985 года рыбаки достали из реки отрубленную ногу, обутую в кроссовку Адидас 45-го размера. На берегу оперативники нашли вязаную перчатку маленького размера. Рыбаки вспомнили, что местный житель Сергей Перепалка недавно купил себе дефицитные кроссовки. Но следствие быстро выяснило, Сергей жив, работает в вагоноремонтном депо, уже две недели дома не живет, поссорился с родителями из-за покупки дорогой модной обуви. Ну и зачем же тебе понадобились эти кроссовки? Девушка одна есть, соседка. Я безумно в нее влюбился и ради нее был готов на все. Муренко. Это соседа вашего дочка? Да. А зачем же ты соврал начальнику насчет сгоревшего дома? Да не люблю свои семейные дела всех посвящать. Ну, девушка хоть оценил? Да ну, ничего не получилось. Так зачем же ты ходишь в такую холодину? Другую адидасами хочешь подцепить? Да какие в депо девушки? Не выкидывать же. Денис Аркадьевич? Дай его, слушай. Только давайте в сторону. Нашли? Что нашли? Еще одну новую. Только она тоже правая. Водолазы, которые обследовали дно в месте, где обнаружили страшную находку, выловили там еще одну мужскую ногу, обутую в кроссовку адидас. Вот только эта нога тоже оказалась правой. Размер 42-й. Значит, убитых было двое. Находка не поддавалась объяснению, кроме нелепой версии о том, что в окрестностях появился маньяк, охотник на мужчин в модных кроссовках. Зорбин пришел к Алле Лыковой, следователю по этому делу. Значит, у нас две жертвы и обе носили кроссовки адидас. Так точно. Очень странное совпадение среди зимы. Подними заявление о пропаже людей. Ищем двух пропавших. Может быть, студенты, судя по возрасту. И главное, не сироты они, судя по кроссовкам. В таких кроссовках их должны были искать. Принято. А что насчет варежки? Вообще двух. Информацию о пропаже детей проверили? Да, проверили. Никаких заявлений за последнее время о пропавших детях не поступало. Ясно. Хорошо, держи меня в курсе. Поиск заявлений о пропаже молодых людей дал результат. Две недели назад исчез Николай Масляков, студент филологического факультета Днепропетровского государственного университета. Товарищ судебный эксперт, можно? Здесь родители, возможно, жертвы на опознание. Давай. Заходите. Размер ноги пропавшего 42-й. Среди особых примет родители указали приметный шрам от ожога на внешней стороне правой голени. Такой был на второй выловленной из реки ноге. У Николая Маслякова были кроссовки Адидас. Коляк. Ну как же там? В порядке? Ей дали успокоительное. А в порядке я сомневаюсь. Мы до последнего надеялись, что Коля найдется живым. А вы точно уверены, что это он? Как бы я хотел ошибаться. Но. А вы знаете, есть еще один убитый. у Николая был друг или знакомый? Отец Маслякова сказал, что у сына был лучший друг Федя Кислов. Парни вместе учились. Когда Коля пропал, мы хотели сначала у Федя все узнать. Но его тоже не нашли. Они оба исчезли. Он тоже в розыске. Зорбин связался с оперативниками, которые вели розыск пропавших студентов и сообщил, что, по крайней мере, судьба одного из них уже понятна. С огромной долей вероятности вторым убитым окажется Федор Кислов. Зорбин узнал контакты его родителей, передал всю информацию следователю Лыковой и та вызвала к себе отца Кислова. Жена не приехала. Не смогла. Мы пока не делаем никаких выводов. Я просто хочу вам задать пару вопросов о вашем сыне. У него какой размер ноги? 45. А кроссовки Адидас у него были? Да. А были у вашего сына какие-нибудь особые приметы на правой ноге? Шрамы или родимые пятна? Не было. Отец Кислово не смог сказать ничего определенного. Размер обуви и сами кроссовки совпадение недостаточное. Водолазы продолжали исследовать дно реки в надежде найти еще какие-то улики. Вскоре бригада подводников обнаружила обезглавленное лишенное рук и ног туловище. Затем три руки. Затем еще одно туловище. Патологоанатом нашел на туловище родимое пятно. Отец Федора Кислова узнал его. Такое было на спине у его сына. Но это еще не все. Судменэксперт дал заключение о характере нанесенных обеим жертвам ран. Молодых людей убили ножом, а затем расчленили. При расчленении по мнению эксперта убийца воспользовался топором. Спасибо. Теперь перед следствием стояла задача определить мотив двойного убийства. Лыкова поручила опергруппе просмотреть архивные дела за последние полгода. Возможно, убитые фигурировали в одном из них. И вот что обнаружил Зорбин. На парней месяц назад написала заявление девушка, проживающая в поселке Тармское. Обвинила их в изнасиловании. Дело не возбудили, у девушки не было доказательств. Но именно благодаря этому заявлению в следствии появился новый поворот. Ведь заявительницей оказалась Ася Муренко, соседка Сергея Перепалка, девушка, из-за которой молодой железнодорожник купил кроссовки Адидас. На следующий день следователь Лыкова вызвала отца убитого Николая Маслякова для уточнения деталей и определения круга подозреваемых в убийстве. Зашла речь и о заявлении Аси Муренко. Не было никакого изнасилования. Барышня с окраины попала в компанию молодых людей. Напилась и насочиняла то, что было и то, чего не было. Пару недель назад они праздновали дирождение у одногруппника на даче его. Ну, как раз там, где были найдены расчлененные тела. Пацаны ни в чем не виноваты. Знаете, о чем я сейчас подумал? Знаете, кто убил Колю? Кто? Отец этой девки. Мы были в милиции А тут он со своей дочкой. Здоровый такой мужик. Если бы вы только знали, что он нам тогда наговорил, прибить пообещал. Это он. Это он Колю убил. Ну, давайте пока не бросаться такими обвинениями. Мы все проверим. Проверьте. Следователь поручила Зорбину разыскать Асю Муренко и побеседовать с ней. Вы Ася? Я. Давайте я вам помогу. Мне нужно. Спасибо. Спасибо. Я из милиции. Оперативник сказал, что хочет поговорить с девушкой о Маслякове и Кислове. Девушка отреагировала агрессивно. Зачем? Дело же не возбудили. Я все выдумала. Так ведь? Ну, и все же. Говорите тише. Отец дома. Я не хочу заново. Хорошо, я понимаю. Я на день рождения попала случайно. Я шла по улице и встретила компанию молодых красивых парней, которые с виду совсем не представляли опасности. Я согласилась зайти к ним в гости. Они... Никогда не пробовавшую спиртное, Асю уговорили выпить самогон, а запить дали портвейном. Я быстро пьянела и... vulgar. Давай, 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 заходи, 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 конечно, быстрее, сейчас с такими ребятами тебя познакомлю. Проходи, 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 вот так мы заплываем Давай, 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 вот сюда, вот сюда. Знакомьтесь, это прелестное создание, зовут Асечка. Здравствуйте. Ну, давай немножечко выпьем, немножечко, да, Асечка у нас с мороза, вот, чтобы не замерзнуть. У друга не нереджение, уважать надо. Давай, 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 ты залпом. Девушка быстро опьянела, а когда пришла в себя, оказалось, что ее раздевают двое парней. Ася почти ничего не помнила, только то, что насильники были обуты в одинаковые кроссовки с тремя полосками. Милиция их нашла, но я ничего не смогла доказать, их отпустили. Ася, ты с кем? Мы с вами виделись. Зорбин оперативный отдел. Помните, я тогда еще искал Сергея Перепалка? Да, да, помню. Идите в дом, нечего на улице торчать. Проходите. Присаживайтесь. Все. А ты, дочка, иди к себе, мы сами тут. Зачем вы пришли? Я хотел узнать у вас о тех парнях, которые... Да будьте не прокляты. Нам сказали, ничего не докажешь. А ее как подменили. Она боится всех. Ну, а Сергей, он же ваш сосед, они выросли вместе. Ну, Сергей, она знает с первого класса. Он ей нравился, приходил в гости, дарил ей подарки. В принципе, парень хороший. А последний раз пришел в этих, как их, адидасах. А для нее это... Она и в истерику. Ну, я и прогнал его. А вы знаете, этих ребят, которых показала Ася, убили? Туда им и дорога. Признаюсь честно, я рад. Зорбин не получил новых доказательств того, что изнасилование действительно было. Но интуиция подсказывала, Ася не врала. Оперативник рассуждал так. Если версия Аси правда, то и отец, и влюбленный сосед могли за нее мстить. А значит, оба они находятся под подозрением. Суд, медэксперт сообщил, тела расчленили топором. На лезвии есть характерная зазубрина, которая оставила след на костях. По форме повреждений эксперт нарисовал примерную форму зазубрины, ее размер и положение на лезвии топора. Это могло помочь опознать орудие убийства. Тщательный обыск в доме и дворе Руслана Муренко результатов не дал. А вот в сарае Перепалка милицию ждало несколько очень интересных находок. Паш, смотри. Слушай, а эти зазубрины очень похожи на те, которые мы ищем. Товарищи понятые! Зафиксируйте, пожалуйста, факт обнаружения топора. Потом занесете в протокол. Чисто так. Пол, что ли, моют? Ты полы у себя в сарае моешь зимой? И вообще, полы кто-то моет в сарае? Я в квартире живу. Медальон. Наверное, полы мыли и случайно тряпкой захватили. Криминалист пояснил. Это Сергий Радонежский. А ты откуда знаешь? Ты же вроде бы в партию собирался. Историю религии еще никому не запрещали изучать. Это, кстати, один из самых почитаемых православных святых. И кто же его мог носить? Наверное, тот, кто ему молится. С большей долей вероятности, этот человек носит такое же имя. Сергей Перепалка? Вполне возможно. Под обухом топора, найденного в сарае Перепалка, эксперты обнаружили следы крови сразу двух групп. Они совпали с группами крови, расчлененных Маслякова и Кислова. Зорбин немедленно отправил милиционеров в железнодорожное депо. Но на месте Сергея Перепалка не нашли. Похоже, он что-то почувствовал и сбежал. Оперативник распорядился объявить молодого человека в розыск. А сам, будто предчувствуя, решил подежурить у дома. Сергей, можно вас? Поговорить нужно. Больно! Снимите. Я убегать не буду. О, дурак. Нет, Сергей, ты уж на ручиках погуляй. Второй раз за тобой бегать неохота. Это твой? Что это? Нет. Я же не крещённый. Я комсомолец. Взнос заплачу. Вы что? Уверен? Да не моё это. Тогда что он делал в твоём сарае? В том месте, где расчленили двух человек. Что? Что вы несёте? Поаккуратнее с выражениями. Тела расчленили. Останки перевезли к реке и бросили в прорубь. Потом сарай тщательно убрали. А вот топор не так тщательный. А вот это ты уронил и даже не заметил. А, точно. Совсем забыл. Я это был. Знаете, люблю трупы расчленять и в прорубь бросать. Особенно после обеда. У тебя ещё есть шанс в чистосердечном признании. Есть шанс сохранить жизнь. Я ничего не делал. Ты сам себе делаешь хуже. Подумай, что тебя ждёт. Потом поговорим. Помоги, не могу сам. Что значит, не можешь сам? У меня травма. Вагон на людей покатился, я им помог. И что? Вывих плечевых суставов. В общем, руки не могу поднять. Врач сказал, что пройдёт, но не сказал, когда. Следователь поручил Азорбину проверить слова Сергея Перепалка. Справки и больничные не оставляли сомнений. Он говорит правду. На всякий случай провели медосмотр. Врач подтвердил, при такой травме он не мог нанести ножевые ранения, а тем более расчленить трупы топором. При этом парень получил травму раньше, чем произошло убийство. Но если Сергей не убийца и действительно ничего не знает, то кто воспользовался отсутствием всей семьи Перепалка? Вторым подозреваемым, имеющим мотив, был Руслан Муренко. Но улик, доказывающих его причастность к преступлению, у следствия не было. И потом, для чего преступник пытался вымыть топор и пол в сарай, ведь впустить следствие по ложному следу в его интересах? Следователь решила сконцентрироваться на еще одной улике, найденной в сарае, на тельном медальоне с образом Сергия Радонежского. Добрый день. Добрый, добрый. Бабушка, мне нужна ваша помощь. Вот был в ваших краях и на остановке нашел вот это. Наверное, кто-то из местных жителей потерял. Хотел вернуть, не знаете, чье это могло бы быть? Владельца-то, наверное, Сергеем зовут. В декабре 1985 года рыбаки достали из реки отрубленную ногу, обутую в кроссовку «Адидас» 45-го размера. Позже на том же участке реки водолазы нашли еще одну правую мужскую ногу в такой же кроссовке, только 42-го размера. А вскоре со дна подняли расчлененные тела двух мужчин. Следствие установило личности погибших – Федор Кислов и Николай Масляков. Недавно на них написала заявление об изнасиловании местная девушка Ася Муренко. Но доказать она ничего не смогла. Под подозрение в убийстве попадают отец Аси и влюбленный в девушку сосед Сергей Перепалка. Молодой парень физически не в состоянии расчленить тела. У него серьезная травма плеча. Но именно в его дворе находят топор со следами крови убитых и медальон с изображением Сергия Радонежского. Ну, Сергею в нашем приходе немало. Но если крестился у нас, то запись должна быть. Старушка объяснила, что записывает в книгу всех, кто принял обряд крещения. Оперативник попросил показать эти записи. Вот эту книгу еще с царских времен прошлые батюшка вести начал. Отец мой. Скажите, а я не мог бы ее попросить у вас? Я выпишу, что мне нужно, и завтра же верну. Э-э-э, нет, так нельзя. Извините, бабушка, но я вынужден настаивать. Вернешь мне позже завтра, к обеду, и чтоб в порядке была. Так точно. Э-э, к пустой голове руку не прикладывают. Алла Андреевна. Зорбин, тебя стучатся учили? Извините, Алла Андреевна, я нашел. Что нашел? Убийцу наших адидасов. Я поехал в церковь, и в церковной книге выписал имена всех крещенных Сергеем. И одно имя было очень подозрительное. Это Руслан Муренко. Не поняла. То есть, Руслана крестили именем Сергея? Я тоже сначала так подумал. Я поехал в церковь, чтобы уяснить. Итак, именем Руслан детей вообще не крестят. Ну, не православное оно. А всех Русланов крестят именами святых, дни памяти которых совпадают с днем рождения ребенка. Оперативник пояснил. У Руслана Муренко таким святым являлся Сергий Радонежский. Значит, скорее всего, это медальон отца изнасилованной девочки, так? Да. И к перепалка во двор он вхож. И главное, мотив для убийств у него был. Молодец, Денис. Задерживай его. Я не хотел, чтобы вы подумали, что это Сережа. Не хотел его подставлять. Правда. Руслан Муренко признался в том, что убил, а затем расчленил Федора Кислова и Николая Маслякова. Зачем же вот так? Все за дочку, за Васеньку. Руслан Муренко сознался в двойном убийстве с отягчающими обстоятельствами. Мотив – месть за изнасилование дочери. Все улики и вещдоки подтверждали его слова. Казалось, что преступление можно считать раскрытым, но буквально через несколько часов оно получило неожиданный поворот. Все благодаря наблюдательности оперативника Зорбина. Здравствуйте. Ася, добрый день. А вы что здесь делаете? Отец у вас? Да, Ася. Мне жаль, но ваш отец признался в двойном убийстве. Он хороший. Он честный. Я прошу вас, только не расстреливайте его. Поймите, Ася, это тяжелое преступление. У суда есть все сведения. Но я думаю, высшие меры ему не дадут. Я прошу вас, сделайте, что не будет. Вы хороший человек. Я вижу, пожалуйста, помогите. Я вас очень прошу. Я прошу вас, пожалуйста, помогите. Да, пожалуйста. 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 Красивая шапочка у вас. Сами вяжут. А варежки почему не связали? Так же ж совсем отморозить руки недолго. Да вот как-то. Поймите меня, Ася, я стою на стороне закона. Вы были тогда на реке. О чем вы? Ну, варежки вы же тоже связали. Просто одну потеряли, когда помогали отцу избавляться от трупов. Я не помогала. Это отец мне помог. Это я убила этих сволочей. Отец ничего не знал. Он просто мне помог потом. Меня расстреливать, а его не надо. Варежка, которую вначале посчитали детской, на самом деле принадлежит Асе Муренко. Экспертиза доказала, что шарф и шапка связаны из того же самого материала, что и варежка, найденная на льду реки. Так что же на самом деле случилось на окраине Днепропетровска? И какова роль в произошедшем преступлении каждого из членов семьи Муренко? Все детали следователь Лыкова выяснила, устроив почную ставку отца и дочери. Впрочем, некоторое время Руслан Муренко все еще пытался отрицать очевидное и выгораживать единственную дочь. Значит, вы продолжаете утверждать, что в одиночку убили парней, расчленили тела и останки отвезли к реке? Да, сам. Я один. Тогда что на месте преступления делала ваша дочь? Откуда это у вас? Нашли у реки, там, где вы тела сбросили. Так что скажете? Денис. Папа, 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 папочка. Что делаешь здесь? Я все расскажу. Не надо, не надо, Асенька. Я все решила. Я признаюсь. Ася рассказала, что после изнасилования всегда носила с собой нож, чтобы больше никому не дать себя в обиду. Когда Масляков снова пригласил Кислова отдохнуть на своей даче, они вечером случайно встретились с Асей. Ну, какая? А мне нравится. Люблю таких. Ладно, хватит. Поцелуй старых знакомых, мы же не чужие люди. И тогда у Аси родился неожиданный план. Она знала, что никого из семьи Перепалка нет дома, а сарай никогда не запирается. Девушка решила подыграть и сказала, что на все согласна. Ася привела парней в сарай Перепалка. Федя, быстро. Хорошо. Подожди. Федя, быстро. Субтитры сделал DimaTorzok Коля, давай быстрей, ты не один Только после того, как все было позади, Ася осознала, что она натворила Девушка пошла домой, к отцу Ася Ася, что произошло? Я убью, я их зарезала, я их зарезала, папа не убила Ася рассказала отцу, как зарезала пьяных Масликова и Кислова Желая уберечь дочь от тюрьмы, Руслан с ее помощью избавился от тел Топор и полы Ася тщательно вымала Никто не должен был заподозрить Сергея Перепалка Но вышло все наоборот Папа хватился медальон на следующий день Мы ходили к реке, искали В сарай смотрели, но не нашли А варежку ты когда потеряла? Не знаю, не помню Они сами виноваты Они сами виноваты, сами Вот он, сами Вера в собственную безнаказанность привела Николая Масликова и Федора Кислова на дно проруби, а Руслана и Асю Муренко за решетку За умышленное двойное убийство суд, учитывая все обстоятельства, приговорил Асю Муренко к тюремному заключению сроком на 11 лет Ее отца Руслана за укрывательство преступления осудили на 5 Ася вышла на свободу по условно-досрочному через 7,5 лет Отец к тому времени поселился в другой области Украины Дочь приехала к нему Вскоре она вышла замуж и сменила место жительства Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке Мелочи Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств Вещдок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тело лежало у калитки его собственной дачи Рядом машина, на ней приехал погибший Манкин фигура незаурядная Работал заместителем директора облторга Обеспеченный и уважаемый человек Обстоятельства его смерти необычные Горло хозяина дачи пробили длинные гвозди Такую скудную информацию озвучили по телефону следователю прокуратуры Владимиру Ивановичу Арапову Тот незамедлительно выехал на место происшествия Осмотрите территорию, интересует все Поручив оперативникам отрабатывать территорию дачи, следователь и эксперт сосредоточили внимание на странном приспособлении, которое убило Манкина Занятный механизм Получается, если калитка открывается, доской по моде даст Ну что, попробуем? Попробуем Еще, Владимир Иванович, на переднем сиденье у погибшего портфельчик Птичье молоко Три месяца на прилавках таких не видел Добрым словом вспомнят мастеров сладостей за тысячами дружеских застольей Конфеты птичье молоко в СССР решили производить 50 лет назад Для начала со всего Союза собрали кондитеров Им дали образцы польских конфет пташи млеку И поставили задачу сделать такие же Конкурс выиграла фабрика из Владивостока В рецепт победителя входил агар-агар Приморское желе из водорослей Впоследствии птичье молоко производили на многих фабриках страны Но лучшей считалась именно дальневосточная версия В обычные продуктовые магазины лакомство, если и завозили, то до прилавков оно не добиралось В Союзе дефицитное птичье молоко Отличное дополнение к взятке И щедрый подарок к празднику Соседка Мухина объяснила Зимой на дачах практически никого нет В кооперативе постоянно взламывают дома Вот Манкин и придумал, как защититься от воров Зимой на дачах никого нету Дома постоянно грабят Вот Константин Иванович и придумал такое оригинальное приспособление А что, гвозди тоже сам забил? Нет, гвоздей не было Уверены? А как же Месяц назад этой доской местного бездельника стукнуло Так у него только носом кровь пошла А как зовут бездельника? А вы думаете, это он отомстить решил? Панов? Тут люди твою работу делают Пройди с гражданочкой Узнай, дома ли Сашка Глызин Сашка Глызин Месяц назад его доской эту ударила Правда, без гвоздей Может быть, покитаться решил Тем временем сыщики осмотрели территорию и нашли молоток Доску детально осмотрели Под шляпкой одного из забитых гвоздей имелись ворсинки шерсти ярко-красного цвета Такие же, как и на ручке молотка Это значит, что гвозди в доску забил обладатель ярко-красной вязаной вещи Скорее всего, перчаток или варежек Птичье молоко, духи, шампанское Набор непростой Свидание тут себе устроить хотел погибший Так она бы с ним и приехала в машине Куда она, по-твоему, делась? Тут в машине нашел светлые длинные волосы А у забора след женских сапог на высоком каблуке Размер 37 И что самое забавное Тут прямо у дома еще женские следы И тоже на каблуке Но тут размер 40 Может, это следы супруги? Как и волосы? Где же она? Скоро будет Посмотрим на ее прическу И на обувь Посмотрим Что скажешь насчет молотка? Думаю, что гвозди забивали именно этим молотком И тот, кто забивал, был в красных вязаных перчатках Здравствуйте Здравствуйте Вы супруга погибшего? Да Арапов обратил внимание на обувь жены погибшего Подошва без каблука Проходите Только сейчас следователь смог увидеть у вдовы темные волосы Вопрос может показаться странным Вы давно такую прическу носите? Длину и цвет я имею ввиду Да, к чему вы? У вашего мужа были знакомые женщины с длинными светлыми волосами А что? Вы позволите? Да, пожалуйста Мы думаем, что ваш муж виделся здесь с кем-то на даче Мы здесь на даче бываем Крайне редко Разве что вот Новый год праздновали Что тут, собственно, зимой делать? А у него были враги? Может быть, кто-то угрожал? Ну, в городе нет А здесь вот местный заходил, когда на Новый год Местный? Глызин Александр? Да, по-моему, муж его так Сашкой называл Это случилось утром, первого января Манкина еще спала, как вдруг раздался крик Женщина выбежала во двор У калитки стояли ее муж и какой-то незнакомец Руку отпусти! Гнида! Это тебе за гниду! Еще рот откроешь! Еще получишь? Костя! Ну, не трогай ты его! Не связывайся! Анюта, иди в дом! Простудишься! Слышишь, Сашка, как тебя моя жена защищает? Хату спалю! С виду не останется! Ну, хватит! Еще раз возле моего дома увижу Сядешь надолго! А драка у них возникла из-за чего? Ну, муж сказал, что он залез к нам на дачу И ему по носу доска попало Чего вы так долго? Нашел Лызина? Нет, дома только жена Говорит, уехал Сейчас пойдем потолкуем Местный участковый Хорошо знал Александра Лызина Непутевый Подворовывал по мелочам Несколько раз попадался Опрос соседей показал Примерно в два часа дня Его видели у дороги Лызин держал чемодан С золотистыми заклепками Рядом притормозил автомобиль Покойного Манкина Эти двое о чем-то эмоционально поговорили А через 30 минут Манкина нашли мертвым Куда делся после этого Лызин Никто не знал Ну я же ему уже сказала Нету Саньки Уехал Когда и куда? Да вот недавно К матери Ворает она Жена Глызина рассказала Свекровь долго не писала Муж переживал Позвонил соседям И выяснилось, что мать в больнице Глызин сорвался и уехал Адрес Свекрови черкните В дачном кооперативе под Одессой Нашли труп заместителя директора Облторга Константина Ивановича Манкина Тело лежало у калитки его дачи Горло пробито длинными гвоздями Странный механизм Которым убило мужчину Деревянную доску Хозяин дачи соорудил сам Чтобы защищать дом от воров Но кто-то забил в нее Огромные гвозди В портфеле погибшего сыщики Обнаружили конфеты Птичье молоко И бутылку шампанского Хозяин явно собирался Устроить свидание с любовницей В машине нашли длинный белый волос Возле дома и вдоль забора Следы двух пар женских сапог На каблуке 37-го и 40-го размеров Жена убитого Анна брюнетка Обувь носит без каблука На ручке молотка Найденного рядом с домом И на шляпке одного из забитых гвоздей Имелись ворсинки шерсти красного цвета Анна Манкина рассказала Незадолго до смерти у ее мужа Был конфликт с местным жителем Александром Глызиным Тот угрожал Манкину расправой Адрес свекрови черкните Сейчас У меня где-то тут письма Глызина была явно недовольна тем Что сотрудники прокуратуры Проявляют интерес к ее мужу Пока она искала конверт с адресом Оперативник решил осмотреть дом Глызиных Вот Записывайте Русланская область Новотроицкий район Панов заглянул под кровать Там лежал чемодан с золотистыми заклепками Такой, со слов соседей Был в руках Глызина Взгляните А что вы там делаете? А интересно у вас чемодан И сколько у вас таких? Как сколько? Один? Живем не жируем От батимов остался Ладно, пошли мы Арапов был уверен Глызин не уехал к матери Прячется Вы зря время теряете Санька мой Он только с виду злой Таракана не обидит Может хватит уже на сегодня? Ждем За домом установили наблюдение Жена Глызина долго не ложилась спать Ближе к полуночи Свет в окне несколько раз газ И снова появлялся Оперативникам стало понятно Галина особым образом Оповещает мужа о том Что ничего подозрительного Возле дома нет О, берем Стоять! Добрый вечер Милиция Ну что Поехали! Гвозди в эту чертову доску Я не забивал Да, мамки они переваривают Но Почему тогда скрывались? Да не скрывался я Я у мамки был Вчера приехал Только домой не пошел А заглянул к товарищу Он на соседней улице живет Сидим, общаемся А тут сосед приходит, Василий Говорит, милиция приехала Константин Валыча убили Ну вот я решил Не засвечиваться Думаю, там разберутся Что я не при делах Появлюсь Нам известно, что за полчаса До смерти Манкина У вас с ним произошла Какая-то стычка О чем спорили? Да о чем с ним можно спорить? Глызин рассказал Только-только вернулся От больной матери Шел домой Как вдруг дорогу Преградила машина Манкина Ты чего здесь шастаешь? У кого чемодан украл? Мой чемодан Я к мамке ездил Мне сказали Опять тебя возле моей дачи видели? Да иди ты Слышь ты Да стоит мне любому следователю Рассказать о твоих грешках И два-три года на нарах Тебе обеспечены Да что ты Ну вот Вы понимали, что Манкин Может такое устроить И решили избавиться от него Да сколько можно вам говорить? Не убивал я эту свачь Ладно, Глызин Идите Пока свободны Следователь знал, что к тому времени В доме Глызина провели тщательный обыск Искали вот такие вот гвозди И вязаную одежду красного цвета Напомню, ворсинки шерсти Обнаружили под шляпкой забитого гвоздя Но ни того, ни другого не обнаружили Да, конфликт между погибшим и Глызиным Имел место Но доказать то, что неблагополучный сосед Вбил гвозди в доску Следователь пока не мог Ну И что дальше? У Глызина поискали Теперь пороемся в шкафу погибшего Достанем пару скелетов Следователь изучил ежедневник Константина Манкина Имелись кое-какие соображения Судя по всему, человеком скрупулезным был Расписание на день составлено очень тщательно Даже считал минуты на перекур Перекур пять минут Пятнадцать минут на обед И вот что странно Плотный график и все такое А на встречу с торговым представительством отводилось И сколько? Не меньше трех с половиной часов И за последние два месяца Таких встреч Порядка десяти Ага Правильно поняли, друзья Надо ехать к Манкину на работу Выяснить, что за встречи такие Вот кабинет Константина Ивановича Проходите Вместе с секретарем погибшего Манкина Следователь вошел в его рабочий кабинет И здесь птичье молоко Константин Иванович любил Ему из Владивостока присылали Ясно Скажите, своего расписания на день Манкин придерживался? Ну, конечно Утром вызывает До рабочего дня Дает указания А что, встреча в торговом представительстве В день гибели вашего шефа не состоялась? Дело в том, что встречи с торговым представительством Не входили в обязанности Константина Ивановича Этим занимается лично его непосредственный начальник Тогда с кем он так часто встречался последние два месяца? Вы позволите? Странно Я помню эти дни Шеф уезжал Говорил Работаю в полях Ну, я лишних вопросов не задавала Ну что ж, спасибо В торговом представительстве заверили Встреч с Манкиным не было Следователь почти не сомневался Таким образом погибший маскировал свидание с любовницей-блондинкой Но опрос коллег и знакомых Манкина не дал результатов Никто не мог или не хотел рассказать о его тайной связи Поворот в деле наступил, когда в прокуратуру пришла анонимка неизвестный Сообщал, что в день гибели Манкина Незадолго до того, как обнаружили труп, его жену видели возле дачи Она приехала туда на такси Информацию начали проверять Оперативники отправились в таксопарк Выяснить, кто из водителей в день смерти Манкина отвозил пассажира к даче Оперативники вернулись из таксопарка, где искали водителя, ездившего на даче в день смерти Манкина Ну что, диспетчера? Не было такого вызова Но на дачу она приехала в такси Значит, так кто-то взял Андрей, у меня к тебе просьба Вспомни, пожалуйста, детали твоего приезда к Манкиной в управление культуры Когда ты к ней на работу приехал, она на месте была? Ну да И как отреагировала на известие о гибели мужа? Ну, плакала Вася, напрягись, нужны подробности Оперативник стал пересказывать то, что помнил Мы не можем выделить вам такие деньги на ваше мероприятие Нет, нет и еще раз нет Да, обращайтесь куда хотите Я вам отошлю копию распоряжения этого Вы ознакомитесь с ним И, пожалуйста, приходите ко мне в дни личного приема С понедельника по пятницу с 9 до 12 Всего доброго, до свидания Вы кто такой? Почему врываетесь в кабинет? Милиция Когда вы последний раз видели своего мужа? Утром? А что? Вам надо проехать со мной на дачу А что-то случилось? Ваш муж погиб Как? Женщина отказывалась верить Она сняла трубку и позвонила в приемную к мужу Там ей сказали, что муж уехал Ну и тут она стала реветь Плакала, значит Давай съездим с тобой к управлению культуры Там обычно таксисты стоят Опросим, может действительно кто подобрал? Ну да, это мысль А ты, Андрей, съезди в само управление Узнай у коллег, где Манкина была во время убийства Сыщики решили по минутам восстановить местонахождение Анны Манкиной Между 13 и 14 часами Добрый день Добрый день Старший лейтенант милиции Панов Очень приятно, чем вопрос Скажите, эту женщину вы не подвозили на дачу 27 января во вторник? Нет, 27-го нет Я в отпуске был Вышел только пару дней назад А вообще никогда не подвозили? Вы знаете, что? Вы... Вы у Степана спросите Степа, подойди сюда Степан Степанович Железнов Завсегдатой площади перед управлением культуры У него среди сотрудников даже постоянные клиенты есть А ну-ка, Олешка, дай, Лена Знакомая бабонька На дачу недавно вез Тряслась Говорила, убью мерзавца Про мужика своего, что ли? Кто ее знает? Может, про Хахаль А где носила к вам машину? Возле управления культуры Мы вас вызовем Дел на пару минут Водители такси сообщили ценную информацию Необходимо было проводить опознание Анны Манкиной Для протокола Прошу вас стать вот здесь В одну линию Макар, пригласи Железнова Проходите Товарищ Железнов Анна Манкина тоже узнала таксиста Степана Железнова Женщина поспешила сделать признание Ездила на дачу в день гибели Кости Я все видела Ну что ж, товарищи Вам большое спасибо Можете быть свободны А с вами мы будем разговаривать Хорошо Присаживайтесь Когда вы задумали убийство вашего мужа? И где взяли гвозди? Какое убийство? Какие гвозди? Я на дачу приехала, он был уже мертв Верю Потому что гвозди вы вбили раньше Вы ошибаетесь Я этого не делала А что делали? Как все было? Женщина рассказала, что ей позвонили примерно в час дня Сейчас на даче с любовницей Кувыркаются Известие о том, что муж находится на даче с любовницей Потрясло женщину Манкина решила отправиться туда и все проверить В какое время, вы сказали, это было? Ну, ровно в час, ну, может, две-три минуты второго Да, но водитель железного Да, я просто сразу не могла выехать с управления Меня в дверях встретил начальник Я полчаса с ним общалась Потом вышла, поймала такси И сразу на дачу поехала Анна велела таксисту подъехать не к главным воротам Хотела появиться неожиданно Костя? Костя? Костя! Мамушка! Костя! Мамушка! Костя! Что это? Изуродованное тело мужа Лежало возле калитки Анна Манкина поспешила скрыться А где вы шли? Следователя интересовало, где именно шла женщина Вдоль забора или по дорожке О том, что на месте преступления нашли два типа следов Говорить не стал В обоих случаях хозяйка носила обувь на каблуке Так Арапов хотел понять Какой след принадлежал жене убитого? Обувь поменяли Неплохой ход Следователь напомнил, что Манкина появилась на даче в сапогах на ровной подошве Значит, путали нас Да ничего я не путала вас сознательно Я просто прихожу на работу У меня жарко Я прихожу в одной обуви Переобуваюсь на каблуке Вот первый раз и выскочила на каблуке, когда ехала Допустим Но вы увидели мертвого мужа Почему в милицию не сообщили? Да я просто подумала, чтобы меня из-за того, что машина, дача Понимаете? Поясните Два с половиной года назад Манкин чуть не попал под следствие На волоске висел Вот и решил переписать все имущество на жену Чтобы ничего не конфисковали Я согласилась Ну, во избежание конфискации Значит, ваш муж гол как сокол Ну, по документам, да Но до недавнего времени Его это не интересовало Примерно с месяца назад Между супругами состоялся малоприятный разговор Анюта Сегодня звонил майор Ну, этот Из ОБХСС Мое дело закрыто В связи с отсутствием состава преступления Замечательно Давай, наверное, перепишем все обратно Ну, а потом у тебя вновь начнутся проблемы И что, снова бежать к нотариусу? Аня, поверь Мне уже ничего не угрожает Чудесно Давай дождемся твоего выхода на пенсию А там все и решим Ну, чтобы не рисковать Разговор этот вспомнился А вот и картинка сложилась Хотел развестись И уйти к любовнице Да, видимо, без квартиры и машины Он ей и даром не нужен Логично Анна Манкина говорила Очень убедительно Но ее слова нуждались в проверке По месту жительства провели обыск Искали большие гвозди И вязаные вещи ярко-красного цвета Но ничего подобного не нашли Проверили телефонные звонки В рабочий кабинет Анны На телефонной станции подтвердили В указанное время ей и в самом деле Звонили из таксофона Расположенного на проходной завода По ремонту БТРов Надо ехать на этот завод Спросить Может, видели, кто звонил Около часу дня Сделаю Я, кстати, про этот завод Кое-что интересное нарыл Что? Гвоздь такого же размера Проткнул горло Манкина Ого! Где взял? Да вот на этом самом заводе и взял Такими гвоздями пользуются При погрузке БТРов на железной дороге Ими прибивают под колеса техники Деревянные колодки Это чтобы БТРы не катались по платформе Вот, значит, как Давай на завод Ищи, кто звонил с телефона автомата Как найдешь, сообщай Панов отыскал охранника Илью Куксова Который дежурил в день гибели Константина Манкина Примерно в час дня, не помните Никто по автомату не звонил? Звонили Есть у нас такая красавица Около часа дня примерно Прям подбежала к телефону Тамара Борисова, точно Инженер по охране труда Это точно Охранника удивило то, что Борисова Звонила именно по телефону автомату Дело в том, что заводчане Аппаратом пользуются редко У многих служебные есть А где ее можно найти? Эту красавицу Борисова, Борисова 312 кабинет Могу провести Так, сейчас Теперь позвонить нужно мне Своей удачей Оперативнику не терпелось Поделиться Со следователем Еще раз повторяю вопрос Когда вы в последний раз Видели Анну Манкину? Да не видела я никогда Вашу Манкину Манкину Возможно, не видели Но звонить звонили И не звонила У меня есть свидетель Что звонили Вам придется проехать со мной Никуда я не поеду Ладно Тогда я задержу вас Прямо сейчас Весь завод узнает Вы этого хотите? А так Просто беседа со следователем Хорошо Ваши пальтишки В кармане пальто Борисовой Были вязаные перчатки Ярко-красного цвета Такого же цвета ворсинки Нашли на рукоятке молотка На даче Манкина И под шляпкой Забитого в доску Гвоздя Тамара Борисова Была обута в сапоги На высоком каблуке След от такой обуви Обнаружили на даче Убитого Манкина В дачном кооперативе Под Одессой Нашли труп Заместителя директора Облторга Константина Ивановича Манкина Тело лежало У калитки его дачи Горло пробито Длинными гвоздями Странный механизм Которым убило мужчину Деревянную доску Хозяин дачи Соорудил сам Чтобы защищать дом От воров Но кто-то забил В нее огромные гвозди На ручке молотка Найденного рядом с домом И на шляпке Одного из забитых гвоздей Имелись ворсинки шерсти Красного цвета В машине убитого Нашли длинный белый волос Константин использовал дачу Как место встречи Со своей любовницей Блондинкой Жена Анна Манкина Говорила следствию Что не приезжала на дачу В день убийства Установили Что она Соврала Убийство из-за ревности Стало основной версией Преступления Но Анна Уверяет Кто-то позвонил ей На работу И сообщил Что ее муж Сейчас на даче С любовницей Она сразу поехала туда Когда подошла к калитке Константин был уже мертв Анна растерялась И убежала Сыщики установили Женщине звонила Тамара Борисова Инженер по охране труда Машиностроительного завода Девушка оказалась Симпатичной блондинкой Сапоги на высоком каблуке Красные вязаные перчатки В кармане пальто И коробка конфет Птичье молоко На ее столе Говорили о том Что это та Кого ищет следствие С Борисовой Решили побеседовать Перед беседой С Борисовой Установили Что изъятая у женщины Коробка из-под конфет Была из той же партии Что и конфеты В кабинете Манкина И шерсть от перчаток Идентична той Что нашли под шляпкой Из-за битого в доску Гвоздя В общем доказательств Того что вы были Любовницей убитого Манкина Уже сейчас хватает А экспертиза волос И каблука Дело долгое Да каких еще волос В машине Манкина И у него на даче Да не была я с ним знакома Вообще Хотите врать Ваше право Ну не вру я Ну да Звонила я Меня сестра попросила Дина Тамара Борисова решила Все рассказать Я тогда вообще не поняла Зачем мне эти чертовы гвозди Она сказала На даче Какие-то доски К забору прибить На какой даче Ну у нее В общем там Семьи не лады Так и живу Практически Между небом и землей Сволочная Валерка Конечно Сволочь Только он в квартире живет А я на даче Ой там этот дом Курятник Холодина Примерно месяц назад Муж выставил сестру Тамары Из квартиры Качели купили Повесить хотим Качели купили Ну такое слона выдержит Слушай А у тебя есть еще такие гвозди? А сколько хочешь Со склада хоть ящик могу взять Ящик мне не надо Штук десять Погоди С балкона принесу Давай Дина сказала На даче нужны Правду она вам сказала На даче она их и использовала Ну а перчатки у нас с сестрой одинаковые Нам мама связала И собаки Дине какой-то знакомый достал Две пары А размер одинаковый Хороший знакомый Вашей сестры Это Дина Черевкова Яркая красивая блондинка Как и ее сестра Не оставалось никаких сомнений в том Что она и Манкин были любовниками Черевкова взяла у своей сестры Огромные гвозди А ведь именно такие Пробили горло ее любовника И еще Именно по просьбе сестры Тамара Борисова Позвонила на работу Жене Манкина Следствие рассчитывало На то что после задержания Черевковой Они проведут экспертизу Ее сапог и перчаток Но уже сейчас Совокупность вещдоков Доказывала ее вину Гражданка Черевкова Вы Помогите Граждан Не кричите Старший лейтенант милиции Панов Поаккуратней с дамочкой Все хорошо этим прокуратурам Я не хотела никого убивать Никого А чего же вы хотели? На что рассчитывали Когда из обычной доски Сделали орудие убийства? А у меня не было выбора Мы с Костей Ну в общем мы хотели жить вместе С гражданином Манкиным Которого вы убили Я любила Костю И не хотела его убивать Была причина По которой он не мог Просто так уйти от жены Я вам сейчас Кое-что расскажу После того Как Черевкова Порвала с мужем Манкин тянул время Во время встречи на даче Он откровенно объяснил И он откровенно объяснил Почему не может Просто так уйти от жены У тебя ничего нет? Переписать на жену Недавно я с ней говорил Мол все утряслось Переписывай все назад Но она ни в какую Скажи мне А тебя вообще не волнует Что я живу в халупе? Сколько это будет продолжаться? Я постараюсь Я сделаю Анна Упертая Да чтобы она сдохла Твоя Анна Это могло длиться Очень долго От меня ушел один муж Другой не пришел Сколько так должно было продолжаться? Я жила непонятно где Без пылесоса Без стиральной машины Железный аргумент Анна Манкина была Единственным препятствием На пути к обеспеченной жизни С любимым человеком Дина Черевкова Лихорадочно искала возможность Избавиться от соперницы Своими руками Убить жену Манкина Черевкова не решалась На ум пришло Устройство калитки Которое соорудил Любовник Не бойся Не убьют У сестры взял эти Ужасные гвозди и Решили избавиться От жены Манкина Я любила Костю Я попросила сестру Заманить на дачу Его жену Ну я же не виновата Что эта дура задержалась И калитка убила его Дину Николаевну Черевкову Суд признал Виновной В умышленном убийстве Константина Ивановича Манкина Черевкову приговорили К 11 годам Лишения свободы Но самым страшным Наказанием для убийцы Стала смерть ее матери В зале суда Сердце старой женщины Которая пережила войну Не выдержала того Что ее любимая дочь Оказалась преступницей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok